Всем привет! С вами Екатерина Шлитгауэр и вы на канале Огород Бабы Кати. Сегодня я хочу вам показать, какие сорта томатов я выращиваю в открытом грунте. И вы наглядно увидите, какой сорт вам понравился, какой сорт мне понравился и какой сорт я больше сажать никогда не буду. Так, вот здесь представлен у меня сорт растет Пузата Хата. А сорт мне очень-очень нравится. Я его сажаю каждый год. И он никогда меня не подводил. Вот он. Очень хорошие грозди у него помидорные. И он еще вяжет у меня, вяжет плоды. Так. Так, здесь представлен сорт кардинал от сибирской селекции. Посадила его в этом году первый раз. Очень-очень хорошая у него завязываемость. Притом, при всем, я их на улице не прыскала для завязи никаким препаратом. Плоды вообще очень крупные. Так. Здесь у меня сорт. Посадила первый раз. Купила семена на выставке. Называется Саранто. Очень, кстати, неплохой сорт. Очень хорошие плоды нарезал. На вкусовую качество. По урожайности более-менее неплохой. Вот он. Саранто. Так, здесь у меня сорт французский гроздевой. Я думаю, больше всего на засолку подойдет неплохой. Вот здесь вот он у меня тоже растет, но здесь он у меня заболел. Заболел, поэтому плодов на нем немного. Здесь вот тоже буду сажать его на следующий год. На засолку в самый раз. Так, здесь сорт полосатый шоколад. Неплохо завязал плоды. Тоже первый год его посадила. Красивенький такой будет. Темно-темно-красный. С такими зелеными полосами. Вот он у меня. Всего один куст. Может быть, на следующий год его посажу. Так, сорт спецназ. А знаете, плоды вроде бы немаленькие, но почему-то у меня очень-очень сильно растресканный. Растрескивается. Вот он. Здесь то же самое. У всех условия одинаковые. И именно ему чего-то у меня не хватает. Не дружду со мной. А на следующий год вряд ли его буду сажать. Сорт аметистовая драгоценность. Вот такие вот у него плоды. Синя-красная. Но не крупные. Ожидала я от него большего. Ну, завязываемость вроде ничего. Но что-то как-то не то. Я думала, что он крупнее. Или у меня просто такой вылаз. Японский трюфель оранжевый. Вот он. По урожайности даже очень неплохой. Хорошо вяжет. Есть даже прям большие плоды. Лампочка. Лампочка оранжевая. Можно так сказать. Неплохой. На еду. Он, кстати, очень такой вкусненький. На еду. На засолку. В самый раз пойдет. Так, здесь вот сорт. Это я покупала, когда у коллекционера. Он мне дал на подарок. Какой-то он весь граненый, ребристый. Не знаю, что это за сорт. Но мне таки не нравится. Пока будешь обрезать, с ума сойдешь. Так, для баловства. И вот этот вот сорт тоже он дал на подарок. Там было название просто сюрприз на этой пачке. Ну, то есть там помесь была в нескольких сортов. Поэтому что за сорт конкретно, я не скажу. Ну, вот у этого сорта неплохая такая. Достаточно тоже урожайность для улицы. Здесь тоже вот у меня растет кардинал. Вот он. Здесь тоже он. Ну, вот этот сорт я буду сажать однозначно на следующий год. Вот уже плоды созрели. Как бахаться стали. Так, этот сорт будем сажать кардинал. Так, это сорт зильберг. Тоже купила у коллекционера. На выставке мне подарили эти семена. Вот он зильберг. Так, неплохая прям завязанность у него. Мне нравится. И достаточно он не меленький такой. Ну, вот один плод что-то как-то растрескивается. Но так, в принципе, он мне понравился. Будем сажать. Так, это сорт гигант зибербунгена. Что-то вот типа в этом роде. На бычье сердце чем-то даже похож. Плоды крупные, но их на кусту немного. Может быть, потому что они у меня растут на улице. Или я просто не умею ухаживать. Сажать ли на следующий год, подумаю. Подумаю. Так, здесь у меня куст, сорт вельможа. Навязал кисти. Ну, прилично на кусту еще вяжут. Скорее всего, буду сажать его на следующий год. Неплохой сорт. Так, сорт джигала. Как обычно, навязал полно. Полный гору плодов. Самый беспроблемный сорт, как и Санька. Вот он. Наглядно видно. Плодов на нем много. Вот они на засолку. Прям идеально. Так, сорт Санька. Блин, эти ремонтики прям ждут. Как я только за телефон снимать, так они тут же крышу делают. Сорт Санька. Ну, тоже беспроблемный, как и жигала. На засолку. Он по вкусовым качествам ничем не отличается от магазина. Но я его сажаю на засолку. Он урожайный, беспроблемный. Плоды, когда не болеет. Если у вас нет времени, можете вообще его не посынковать. Ничего с ним не делать. Я посынкую. Так, черри барбарис. Ну, на нем уж плодов, как никогда. Но он у меня, я ему не тот кол подвязала. Вот на нем сколько плодов. Он еще цветет. Я его не успеваю формировать. Многое. Это хорошо уже. Так, вот этот вот тоже с названием сорта я не знаю. Это тоже вот от коллекционера пришло в подарок. Ну, это что-то типа, наверное, французский гроздивой тоже. Гроздьями неплохой. Буду сажать на следующий год обязательно. Ну, вот так вот. Небольшой обзор томатов. Я вам показала. Вы были на канале Огород Бобыкати. Всем хороших урожаев. Подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик. Всем хороших урожаев. Пока-пока. Пока-пока.